Итак, переходим к самому интересному. Сразу же после сцены с сыном Завета идет сцена номер 0, как сам ее обозначил Дмитрий Зочий, с мелькающими цифрами. Еще 4 года назад было предположение, что это послание на буквице, в которой каждой букве соответствует числовое значение. Наживка была с удовольствием проглочена. Святые воды той реки бросали камни дураки, а мудрецы ловили рыбу наперекор и вопреки. Но все забыли, что, к примеру, в иврите тоже есть алфавитная запись числа. Попробуем расшифровать послание с иврита. Еврейская система счисления в качестве цифр использует 22 буквы еврейского алфавита. Каждая буква имеет свое числовое значение – от 1 до 400. Еврейские слова записываются справа налево. Как пояснили носители языка, еврейские слова состоят из согласных букв. Обычно 3-4, реже 2 или 5. Зодчий оставил подсказку в виде пауз между словами. 1 40 400 Первое слово переводится с иврита как «правда». Далее вставлен кадр, которого по логике быть тут не должно. Он появляется из ниоткуда и точно так же после исчезает. Но, как мы помним, у Зодчего нет ничего случайного в фильме «Замысел». Этот кадр вставлен намеренно. Зачем? Второе слово – 8 30 6 5 В одном из вариантов перевода означает «халва», как праздничное или торжественное блюдо. Третье слово – 400 1 80 7 10 Переводится с иврита как «снимать» и как варианты перевода этого слова «аннулировать», «обнажать». Далее вылетает шестая буква еврейского алфавита «ВАВ». Шестая буква в начале слова может означать «соединительный союз И». Это мы обязательно учтем. А вот с последним, четвертым словом выходит очередная шарада. Если его переводить в том же направлении, как и предыдущие слова «двести», «сорок», «три», то получается «нелепится». А вот если расположить буквы в обратном направлении «три», «сорок», «двести», то получается слово «финальный» и как варианты «завершение», «окончание», «конец», «финиш», «развязка», «истечение», «исход». Появляется третья шестерка. В итоге читаем задом наперед, ну как обычно, и получаем «завершение» и «обнуление» и «халва правды». В общем-то, мне теперь предельно ясно, что тут зашифрован на иврите знакомый нам уже лозунг – «свержение лжи» и «торжество правды». А еще, как согласились носители языка, если бы послание было зашифровано не на иврите, то при попытках перевести его с иврита получалось бы абракадабра, но вышло вполне себе складно. Я, конечно, с нетерпением жду ваши варианты в комментариях, но остается открытым вопрос. Зачем таки режиссер оставил это в фильме на иврите? «Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «зачем?». Только постоянно спрашивая «зачем?», можно выйти по цепочке на самый верх главной тайне, разгадав которой все остальное станет понятным». Или кому зодчий кричит «Ау!» А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, кушаем мацу, играемся с мячом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok